Нейрофиброматоз — это генетически обусловленное аутосомно-доминантное заболевание, которое встречается достаточно редко в популяции. Как правило, по данным статистики, частота встречаемости — один случай на 3000 новорожденных. Носители этого гена, так называемого гена NF1, который расположен в 17-м храбосоме, отвечают за синтез белка нейрофибромина. Так называемый белок, который является веществом, который является супрессором, то есть подавляет рост всех клеток нейроэктоидермального происхождения. К этим тканям относятся и нервы периферические, и отделы различной центральной периферической нервной системы. Носители этого гена заболевают все, то есть все зависит от пенетрантности. Это такой термин генетический, который говорит о том, насколько будет выражено заболевание у этого человека, у носителя этого гена. Она может быть различной, и заболевание может протекать как от легкой формы, так и быть очень агрессивным, тяжелым течением. Заболевание проявляется достаточно характерными симптомами. Первый из них — это кожные проявления, это характерные пятна кофе с молоком, также множественные нейрофибромы подкожные, маленькие просовидные или гороховидные образования, которые сам пациент может у себя их нащупать, пропальпировать. Также они часто бывают визуально видны. Наиболее опасным проявлением этого заболевания является образование множественных нейрофибром, периферических нервов и корешков спинного мозга. Эти опухоли, как правило, появляются рано у молодых людей, и растут в течение жизни, и иногда достигают очень больших размеров, которые могут приводить к значительным симптомам в виде нарушения центральной и периферической нервной системы. Нейрофиброматоз принципиально можно различить на два типа — первого типа и второго типа. Первого типа, как раньше его называли, устаревшее название — болезнь Реклингаузена. Это заболевание, которое было описано доктором Реклингаузеном, учеником известного патолога Анатома Верхова. В конце 19 века это заболевание было описано, и оно проявлялось множественным образованием периферических нервов. Второй тип нейрофиброматоза, так называемый центральный нейрофиброматоз, он встречается значительно реже, и проявляется он формированиями невриномы, швоном слуховых вестиполокохлеарных нервов. Встречается он один случай на 50 тысяч, уже значительно реже. Диагностика, как правило, достаточно типичная, как при другом любом онкологическом заболевании. Как правило, при выраженном проявлении этого заболевания диагноз незатруднителен. Есть определенные критерии для постановки диагноза. Первый, на чем он должен быть основывается, это на внешнем осмотре. Характерные пятна кофе с молоком, множественные подкожные образования нейрофиброма, часто они бывают визуально даже видны, или пока они маленьких размеров, они могут пальпироваться как безболезненное или слегка болезненное образование. По мере роста образования эти опухоли увеличиваются и вызывают уже неврологические симптомы, что человека заставляют обращаться к неврологам. Если кожное проявление беспокоящее может наблюдать врач-драматолог на первичном приеме, то неврологические расстройства уже заставляют таких пациентов обращаться непосредственно к врачу-неврологу или к врачу-терапевту. Таким пациентам необходимо выполнить МРТ головного мозга, спинного мозга, всех отделов, шейного, грудного и пояснического отделов. Это очень важно, потому что заболевание проявляется образованием множественных нейрофибром всех отделов нервной системы, то есть всех периферических нервов. Второе, это то, что необходимо делать, это обязательно консультация генетика для выявления характерного гена NF1 нейрофибромина и в последующем консультация врача-онколога и назначение определенного плана лечения в зависимости от выявленных мутаций и активности нейрофиброматоза. Что касается нейрохирургического лечения, как врач-нейрохирург, могу сказать, что при таких образованиях золотым стандартом является микрохирургическое удаление, естественно, этих опухолей, потому что расположение этих образований в задней черепной ямке приводит к давлению мозжечка и структуру ствола, что опасно для жизни. После удаления симптомных образований необходимо лечение и наблюдение врача-онколога. При активном типе нейрофиброматоза часто назначается химиотерапия, есть даже сейчас таргетные варианты лечения. Это обязательно. Для того, чтобы этот процесс сдерживать, замедлить рост образования, необходимо лечение врача-онколога и химиотерапия. Также определенные опции лечения могут быть и лучевая терапия, и радиотерапия. При тех образований, которые либо невозможно удалить, или они сложно расположены, прибегают к лечению с помощью лучевой терапии. То есть, если подытожить, то лечение состоит из нескольких специалистов, может включать несколько специалистов. Такой пациент должен рассматриваться на онкологическом консилиуме, и подход к такому лечению должен быть комплексным. Это врач-онколог, врач-нейрохирург, врач-радиотерапевт или врач-лучевой терапии.